Российское правительство идёт на вынужденную, но единственную возможную в данной ситуации меру. Использование QR-кода, который в ряде регионов давно уже стал привычным, решено расширить на всю страну. Сертификат вакцинированного содержит три позиции. Это вакцинация или ревакцинация, перенесённая болезнь или медицинский отвод. Понимая, что нашим гражданам нужно дать необходимое время для того, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы, у кого их нет, законом устанавливается переходный период и в полном объёме использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года. Впервые это коснётся международных и междугородних авиа- и железнодорожных поездок. При этом предъявить документы придётся на этапе бронирования. Базы будут слиты воедино с порталом госуслуг. При покупке билетов и при посадке как в самолёт, так и в вагон железной дороги будут предъявляться специальная, утверждённая законом, медицинская документация. Мы начинаем работать с авиакомпаниями, мы начинаем работать с железнодорожными нашими компаниями, в частности с РЖД. И мы сейчас отработаем технологию как можно быстро, не сбивая ритма и логистики, для пассажиров проверять ту медицинскую документацию, которая будет предъявляться, чтобы не задерживать их на посадке. Для всего этого действительно есть веские причины. В больницах снова освобождают места под больных ковидом, естественно, в ущерб всем остальным. И опять запасаются кислородом для ИВЛ. В Севастополе его генерирует вот эта установка, принадлежащая Черноморскому флоту. Вот сейчас заканчивается слив, ёмкость. Сейчас мы будем закрывать вентиля. То есть мы слили где-то порядка 70 литров в час. В реанимациях практически нет тех, кто вакцинировался. Это гарантированная защита от тяжёлого течения болезни. И очень жаль, что кто-то из нас руководствуется принципом, что сосед привьётся, а меня пронесёт, а вось за счёт него и будет сформирован тот самый коллективный иммунитет, уровень которого мы должны достигнуть и должны были достигнуть давно 80% взрослого населения России. К сожалению, сегодня мы приблизились только к цифре 50. Нормы не коснутся посещения продовольственных магазинов и аптек. Там никакие QR-коды по-прежнему проверять не будут. И, конечно, всё это работает лишь для тех, кто старше 18-ти. В России вакцинироваться могут только взрослые. Закон никоим образом не затрагивает детей и подростков. Вы знаете, что в Российской Федерации пока не принято решение о вакцинации детского населения. Вакцинация начинается с 18 лет. И поэтому всё регулирование, которое здесь отражено, направлено на граждан старше 18 лет. Вакцинация идёт активно. Полный цикл проведён уже 58 миллионов раз. И власти делают всё возможное для удобства населения. Вот этот прививочный пункт в центре Ижевска открыт круглосуточно. Могут и в 12 ночи прийти, могут и в 6 утра прийти. У кого как время складывается. Но всё равно находятся те, кто против. И из-за их отношения страдают остальные. Законопроект уже поступил в Государственную Думу. Речь сейчас идёт о сохранении тысяч жизней. Здесь мы точно должны ответить на вопрос, что для нас сейчас важнее, как для народа, как для общности людей. Чтобы те люди, которые не хотят вакцинироваться, могли сходить в ресторан, покушать и напиться. Либо сохранить тысячи жизней. Особый контроль за подделками. В Златоусте арестованы медсестра и сотрудники МЧС, торговавшие фальшивыми справками о вакцинации. За неправомерный доступ к компьютерной информации, совершённой группой лиц по предварительному сговору, законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. А общероссийская база купивших такие фальшивки, как сообщают, утекла в сети. Там паспортные данные, адреса, номера телефонов, те, кто сознательно обманывает систему. Продаются за копейки. В случае с информацией на госуслугах, персональные данные надёжно защищены. Не раскрывая никаких персональных медицинских данных граждан, выписка из QR-кода будет выдаваться в многофункциональных центрах. По заявлению гражданина, в тех случаях, когда гражданин не зарегистрирован на едином портале государственных услуг или живёт, скажем, в отдалённой местности. Нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Предполагается, что к этому времени в стране всё же будет выработан коллективный иммунитет. Для этого необходимо, чтобы вакцинировалось не меньше 80% населения. Продолжение следует...